Небольшое здание, виднеющееся из-за забора, бывшая троллейбусная подстанция. Когда-то на пике развития троллейбуса в Тамбове таких было 10. Это одна из первых. Она отвечала за питание сети в центральной части города. Сегодня же общественники бьют тревогу. Здание может быть снесено. За высоким ограждением, которое венчает ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора, проглядывается лишь по истрепавшийся фасад тяговой подстанции. Стоит посмотреть на ситуацию под другим углом, говорят общественники, а беспокойные судьбой постройки, становятся заметны куда более серьезные разрушения. Вот мы видим здание. Если посмотреть на его правую часть, то там осталась только одна несущая фасадная стена. Все остальное уже снесено. Вы это можете увидеть сами, если внимательно приглядитесь к окошкам. На прошлой неделе сообщениями о том, что подстанцию сносят, от Владимира буквально закидали его сторонники. Мужчина увлекается изучением городского транспорта с детства. В последние годы его и единомышленников волнует ситуация, складывающаяся с тамбовским троллейбусом. Снос подстанции, уверен общественник, еще один шаг к ликвидации этого вида транспорта. В Тамбове и в ряде других городов ускоренными темпами дегратируется электрический транспорт. В Тамбове это троллейбус. А данная тяговая подстанция была, так сказать, основой основ. То есть на ней держались практически все маршруты, которые охватывали центральную часть города. Соответственно, выводы из эксплуатации и в данном случае уничтожения здания повлекли за собой невозможность развития данного вида транспорта. В последние годы, по словам Владимира, здание подстанции находится в собственности Тамбовской епархии. Однако, кто конкретно мог пригнать тяжелую технику к подстанции, ему выяснить не удалось. Имеющиеся данные активист передал в региональный следственный комитет. Напомним, в январе этого года в ведомстве возбудили уголовное дело по поводу закрытия троллейбусного сообщения в Тамбове. Комментировать текущую ситуацию в администрации города не стали, подтвердив, что в 2021 году по решению Городской думы здание подстанции было передано епархии. Там, в свою очередь, информацию о сносе опровергли. После демонтажа старого оборудования подстанция находилась в бесхозном состоянии. Из-за увеличения трещин в стенах появилась угроза обрушения. В связи с тем, что здание находится в пешеходной зоне, непосредственно рядом с Преображенским собором, и ввиду опасности для жизни людей были предприняты соответствующие меры. В настоящий момент ведутся противоаварийные работы с последующим восстановлением южной стены, часть которой приходится заменить, а также работы по укреплению всего здания для его использования в хозяйственных нуждах в соответствии с пунктом 1.1 договора передачи. Заинтересовали ситуации и представители рекотделения Общества охраны памятников истории и культуры. По их словам, несмотря на то, что сама постройка не представляет никакой архитектурной ценности, она находится в охранной зоне Спасо-Преображенского кафедрального собора. А это объект культурного наследия федерального значения. По закону об охране памятников здесь все работы строительные должны проходить в согласовании государственного органа. Если никакого разрешения и уж тем более согласования не было, соответственно, есть угроза нанести вред саму памятнику, то есть самой исторической среде, которая сработала. Отметим, что активисты отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры также направили обращения в администрацию города и прокуратуру. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.